Всем привет, сегодня я покажу один из вариантов, как можно в дешевых платах снизить температуру стабилизатора питания процессора. В качестве пациента будет плата от Elite Group H61H2. Это двуслотовая мини-DTX плата для процессоров Sengi и Vibridge. Сейчас установлен Xeon E3-1245, это практически полный аналог i7-2600 без кей, с TDP 95 Вт. Ранее я не проверял, как справляется плата, просто убедился, что частоты не сбрасывает перед тем, как у меня были тесты E3-1245 на канале. Но для этого видео я, естественно, проверил, как оно работает в стоке. Накружал я плату линпаком, и то, что я получил, меня ужаснуло. За чуть более чем полторы минуты часть мосфетов нагрелась до 185 градусов, и температуры продолжали быстро расти. До температуры самовыпайки, скорее всего, бы VRM не догрелся, но 185 градусов – это точно был не предел, я просто выключил линпак. Также я замерил разницу температур между корпусом мосфета и тыльной частью текстолита платы, и она составила менее 5 градусов. Для тех, кто не в курсе, температуры в VRM нормальные до 90 градусов, желательно, чтобы было около 70, 80 или даже меньше. Но 90, как правило, это то, что не приводит к быстрому выходу из строя. То есть ниже 90 градусов фактически ресурс службы особо не снижается. В общем, 185 градусов за полтора минуты – это обозначает, что до нормальных температур очень далеко. К тому же важно сказать, что в качестве рассеивателя тепла выступает материнская плата, то есть корпус мосфета отводит тепло на плату, а рядом с мосфетами расположены конденсаторы, которые не любят перегревов. Также рекомендую вам им завестись пирометром, если у вас нет аналогичного устройства или мультиметра с термопарой. Так как датчики зоны VRM есть далеко не во всех платах, мой пример наиболее показателен, так как даже перегрев свыше 185 градусов не приводит к защитам от перегрева типа сброса частот или аварийного выключения. Пирометр за 400 рублей может продлить жизнь вашему компьютеру. Хотя температуру можно проверить пальцами, напряжение на VRM достаточно низкое, так что что-то замкнуть, если у вас не мокрые пальцы, не должно. Но перейдём уже к охлаждению. Есть платы, где по диагонали ряда мосфетов есть отверстия для установки радиаторов. Это бы очень упростило работу, так как можно было бы сделать радиатор под эти отверстия. Можно было бы купить совместимый с отверстиями радиатор, или купить просто радиатор подходящей формы и просто просверлить отверстие самостоятельно и через текстолитовые или пластмассовые шайбы прикрутить радиатор, поставив его через термопрокладку. На моей плате таких отверстий нет. Что можно сделать в таком случае? Во-первых, наклеить радиаторы. Продаются радиаторы самоклеющиеся. У меня такие на самом деле тоже есть, но во-первых, у меня такие ранее уже отпадали, и мне достаточно стрёмно их клеить. Во-вторых, мне нужно уменьшить температуру не на 5, 10, 15 градусов, а на 100 градусов. И мягко говоря, этого будет недостаточно. Соответственно, нужен был другой путь. Я решил использовать два отверстия для установки кулера и два отверстия для установки радиатора на чипсет. Если вы хотите повторить мой вариант, а у вас чипсет далеко, то можно использовать три отверстия от кулера или использовать ещё отверстия для установки платы в корпус рядом с первым слотом PCI-Express. И тут ещё важно добавить, что отверстия для заводских радиаторов неспроста стоят по диагонали. Если бы стояли в ряд, то радиатор бы перекашивала, и контакт с мосфетами был бы плохой. Именно поэтому нельзя просто так использовать два отверстия под кулер. Крепление кулера, естественно, тоже надо будет доработать. В моём случае я разделил пластиковую проставку на две части. Часть проставки оказалась над пластиной для охлаждения мосфетов, а часть между пластиной и материнской платой. Между пластиной и платой проставки должны быть такой толщины, чтобы пластина оказалась параллельно плате, и при этом зазор между мосфетами и пластиной был таким, чтобы поместилась термопрокладка в сжатом виде. Термопрокладки тоже надо подбирать правильной толщины. Если будет слишком толстая, то пластина встанет непараллельно плате, и часть мосфетов будет с плохим контактом на пластину. Если сделать термопрокладку слишком тонкой, то опять пластина будет с перекосом. Тут надо подбирать. Я использовал два вида термопрокладок, одна именно прокладка, и её я использовал для чипсета, она гарантированно избавит от возможного скола кристалла. А вот над мосфетами у меня несколько слоёв термопрокладок, которые не имеют внутреннего наполнителя. То есть это просто спрессованная термопаста. По отпечатку мосфетов можно оценить прижим и качество контакта. У меня сейчас на видео записан не финальный вариант, подбор занял какое-то время, потом ещё, когда я переделывал охлаждение в стейдж 2, у меня там всё запачкалось, и я подбирал прокладки заново. Но это очень важный момент, если хотя бы один мосфет окажется с плохим контактом, то вся работа на смарку. И главный вопрос первого варианта охлаждения, это где брать медную пластину. Я в своё время покупал обрезок с производства, надеюсь, не ворованный. Но вообще просто так найти медный кусок пластины несложно. В строительных магазинах можно найти кровельную медь, но она отожжённая, мягкая. Она не подойдёт, она просто при установке креплений кулера выгнется и никакого прижима на мосфеты не будет. Алюминий также продаётся в строительных магазинах и в магазинах для дачников. И, к сожалению, он тоже мягкий, чтобы с ним было удобно работать. Среди того, что можно купить, я нашёл алюминиевые листы для подогреваемых столов для 3D принтеров. 2 мм должно быть достаточно. Насчёт обработки листа я лист рубил. У меня есть сделанный из отрезного резца зубило. Оно обычной стали спокойно рубит. А медь, пусть она и даже твёрдая, для него не проблема. Также можно купить слесарное зубило и его заточить хорошо и просто при помощи этого зубила и молотка вырубать нужный контур. Но можно и высверлить контур отверстиями по периметру, затем его довести до нужной формы напильником. Твёрдую медь в 1,5-2 мм ножницами по металлу взять не получится. Алюминий будет сильно деформирован. И потом на рихтовку придётся тратить очень много сил и времени. Но посмотрим уже, что может дать просто установка медной пластины. За примерно 2,5 минуты VRM прогрелись чуть менее чем до 140 градусов. Разница по сравнению с просто мосфетами большая. Для многих бы этого было достаточно. Но мой случай очень запущенный. 140 градусов это всё равно очень-очень много. Опять же такие тесты я прервал самостоятельно. Установка пластины и сама идея использовать отверстия от кулера это довольно универсальное начало работы. Теперь, когда из пластины, есть очень много вариантов по тому, что с ней делать. Но скажу вам, что если у вас, как и у меня, однозначный перебор по нагрузке на плату, то если удастся снизить температуру, это не означает, что всё нормально. Дело в том, что мы снимаем тепло с корпуса мосфета, а не с самого перехода внутри мосфета. И стабилизатор питания сам по себе импульсный. И от того, как долго включен и как долго выключен мосфет, зависит напряжение на выходе со стабилизатора. Так вот, основная мысль сейчас в том, что мы получаем некоторую среднюю температуру на корпусе. Тогда как во время переключения и во время пропускания токов, в самих зонах вокруг канала мосфета, температуры могут быть намного выше, чем те же 180 градусов, как на корпусе. Снизив температуру корпуса мосфета до 140, сама кремнюха внутри может оставаться почти такой же горячей в момент переключений, как и на 180 градусах. Так что если вы на пластину наколхозите ещё водоблок и снимете с него всё тепло, это не значит, что с мосфетами всё будет в порядке. В моём случае я для вас, конечно, покажу, как оно всё будет на этой частоте. Но сам я частоту процессора и напряжение на процессор снижу потом. Так как режимы работы всё равно уже запредельные для ВРМ, холодные ли будут при этом корпуса или нет, неважно. Но приступим ко второй стадии. Разместим радиаторы на медную пластину. Я буду использовать в качестве радиаторов алюминиевые радиаторы для оперативной памяти от Arctic Cooling. Не уверен, продаются ли сейчас такие, я покупал сразу много упаковок, наверное, лет 5 назад. Настолько же мощных радиаторов для памяти я на Алиэкспрессе, к сожалению, не нашёл. Но опять же таки, можно использовать радиаторы для светодиодных лент или просто любые другие радиаторы или алюминиевые профили. Я сделал из этого радиатора три слоя небольших радиаторов, загнув концы радиаторов вверх на разном удалении, чтобы эти радиаторы можно было поставить друг на друга. Безусловно, самым эффективным было бы припаять эти радиаторы к пластине. Но я когда-то уже пытался паять радиаторы, при этом у меня есть и мощный строительный фен, у меня есть и мощный советский паяльник с медным жалом, граммов на 150, который минут 15 надо кочегарить. Я бодяжил припой с плавом розе, но это всё равно очень сложная, грязная и вонючая процедура. Кто паял радиаторы, тот знает, что это далеко не то же самое, что пайка навесных элементов на платы. В общем, я радиаторы эти поставил на термоклей. К сожалению, я не смог заснять процесс до конца, ту часть, где я сжал сборку двумя струбцинами. Термоклей у меня двухкомпонентный, минуты за 2-3 схватывается насмерть. В попытках всё показать, я замарал и свою плату материнскую, и на столе всё собрать так, чтобы не сдвигать радиатор с нужного места, у меня не получилось. Если у вас дешёвый однокомпонентный термоклей, то времени куда больше будет, ну и между слоями мне приходилось бы ждать высыхания по несколько часов, а не по 5 минут. Итак, три слоя я наклеил. Изначально хотел ещё на них один радиатор наклеить, но он мешал креплением кулера, так что я его потом просто для красоты приклеил над чипсетом. Но это, естественно, не всё. Да, такой радиатор сильно увеличил площадь рассеивания, но даже на взгляд видно, что это мало для того, чтобы охладить VRM в моём случае. Хотя в вашем случае, скорее всего, этого было бы вполне достаточно. Поэтому я ещё сделал обдув этих радиаторов. Но не отдельным вентилятором, а я решил использовать поток воздуха от процессорного кулера через радиатор VRM. Для этого мне нужно было сделать воздуховод от радиатора кулера. И, в общем-то, я его сделал. Вначале спроектировал примерную конфигурацию этого воздуховода на компьютере, затем его развертку перенёс на бумагу, бумажный прототип уже по месту скорректировал под особенности платы. Я, кстати, вначале сделал именно воздуховод, так что на видео радиаторов на пластине ещё нет. Но я уже примерно понимал, какими они будут в будущем. Затем я перенёс развертку на лист металла. Это днище от старого корпуса. Далее осталось только вырезать контур и согнуть его. Сгибал я его тисками, чтобы получились маленькие радиусы. Радиатор от оперативной памяти я, кстати, загибал таким же образом. Ну и осталось только всё собрать и проверить. Для начала проверим, как работает воздуховод. Работает он, как и задумано. Ну и теперь посмотрим на температуру VRM. Температуры всё равно остались слишком высокими. Безусловно, это температуры, которые уже не заставили меня выключать линдпак. И я наблюдал за ростом температуры достаточно длительное время. В конечном итоге 100 градусов на тыльной части платы я дождался. Температура бы выросла ещё на несколько градусов, если дальше бы я продолжал смотреть. Сам корпус мосфета на 4-5 градусов горячее, чем тыльная часть платы. То есть в реальности мосфеты могли бы нагреться до 110 градусов в линдпаке. Это всё равно очень много. Но если бы компьютер собирался для игр, я бы даже не парился. 110 в линдпаке – это градусов 60-70 в играх. Ничего страшного. Но этот компьютер я предполагал как систему для записи видео. Моя Авермедия умеет писать и в себя, но битрейт низковат. И она умеет с большим битрейтом передавать видеопоток на другой компьютер. И именно поэтому я купил Xeon 1245, то есть со встроенным видео, а не 1270, который чуть частотнее, но без стройки за те же деньги. И встройка в процессор мне нужна была, так как мне видеокарты для решения поставленных задач для этого компьютера не нужна была. А кодировать видеопоток я собирался именно процессором. И для задачи кодирования видео охлаждения для VRM будет, скорее всего, недостаточным. Но благо и мощности Е3 1245 для кодирования потока видео за глаза, так что я ограничу его частоту. Многие могут возмутиться по поводу того, что я не добил проблему, и они будут правы. Я замерил температуру основания радиатора, верхний третий слой нагревался только до 70 градусов, то есть дельта температур через все слои термопрокладок и паст составили выше 30 градусов. Наращивать слои было бы бесполезно. Проблему бы решила пайка, но это реально муторно. Для меня в этом решении оно того не стоило. Тем не менее, было 185 градусов при быстром росте, а устоявшаяся температура, скорее всего, превысила бы 200 градусов. А итог чуть выше 100 градусов, то есть я снизил температуру на 100 градусов Цельсия. Для кустарщины неплохой результат. Надеюсь, видео было полезно или интересно. Если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Ну а пока, всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok